Продолжаем читать третью главу из книги Досея на Вознесение. Справедливо назвавшим все сотворенное им своим родом. И если вы отпрыски Бога, то внутри вас должен постоянно находиться Восток свыше, виток энергии Духа Воскресения и Вознесения из человеческой плотности и апатии. Восток, несомненно, способен раздробить камень силой жизни, что заключена в его корне. Но само собой разумеется, что для этого понадобится больше энергии, чем в том случае, когда на его пути нет камня. А требуется пройти лишь сквозь мягкую землю. Итак, позвольте мне со всей определенностью заявить, что сбрасывание витков негативной энергии, окружающей человечество, отказ от устаревших и костных идей, не принесших свободу человеку, и замена их великой позитивностью разума, помогают снять с души давящий груз человеческой скверны и готовят к возложению Христового облачения на плечи Неофита, Искателя Большего Света. Кандидатам на Вознесение понятен план, неприложенный, как созданные им вечные горы, как уготованное им место для возлюбивших его, и ясен путь. Либо люди продолжают жить во тьме недоразумений и смертных понятий, что заканчиваются смертью тела и уходом души, либо они используют дарованные жизнью возможности и становятся кандидатами на Вознесение. Те, кто выбирает второй путь, открывают свои разумы тела волнам пламени Вознесения, ибо понимают необходимость Возрождения точно так же, как и необходимость Рождения. Несомненно, что первым был воплощен тот, кто из земли, перстный, а затем второй человек, Господь с неба. И как прежде человек носил образ земного, так ныне ему надлежит носить образ небесного. Но тяжесть бремени Христова Света, которая в действительности не бремя вовсе, а мощный экстракт свободы, накопленный в душе, должна быть принята как единственная реальность жизни, как реальность солнечного Бога, что позволит человеку на деле понять значение слов «Вы – Боги». Итак, если люди принадлежат Богу, и как собственность его являются Божьими, то, будучи отпрысками Бога, они должны быть искрами Отцовского пламени, и не просто принадлежать Ему, но и поистине сами быть богами. Что за ложь, пестуемая на протяжении веков, тайком просочилась в мировые религии? Людям пришлось принять как истину во имя Божье, что они низки, и по словам святого Павла, все совратились с пути. Они не представляют, что можно исказить смысл Писания, они не понимают, что это была лишь цитата, а Писания цитируются с незапамятных времен. Цитата о негативных состояниях, в которые впадают люди. Это та яма, которая слепой ведет слепого. Но те, кто способен видеть, понимают, что энергия должна следовать за мыслью, а мысль должна проявлять идею ее свободы здесь и сейчас. Для людей продолжать барахтаться в трясении отчаяния и страха это мука, лишающая душу силы божественной любви. Любовь Бога наполняет жизнь. Любовь Бога освобождает жизнь. Любовь Бога присуща жизни. Именно энергия этой любви воскресила Христа из мертвых, возвысила его, вознесла его на небеса, и облако действительно скрыло его из глаз смертных. «Все, кто следует за мной, — сказал он, — в ритуале Вознесения будут сокрыты со Христом в Боге». Триединство духовного опыта творит Звезду Победы. Есть в этом триединстве три точки от Божественного и три точки от Человеческого. Когда все они объединяются и Победа Вознесения завоевана, Звезда Победы сияет на небосводе существа человека, и он становится победоносной звездой на небесах Божьих. В своих посланиях, полных любви, звезды на небосводе Божьего существа говорят всем, кто внизу. «На земле мир, в человеках благоволение, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос, Господь. Он есть свет мира, и нет в нем никакой тьмы». Всех, кто живет в этом Духе Христовом, наследуют вместе с Ним ритуал Вознесения. О, как братство в Луксоре поет гимн Вознесения! Час за часом раскатистые ритмы и небесные мелодии изливаются ввысь, подобно белому дыму, предвестим столпа облачного днем и столпа огненного ночью, открывая всем знамение слов. «Где я, там и вы можете быть». Что означает, «Где мое пламя, там вы можете поместить и свое». Остаюсь с любовью, Серапис. Я хочу поговорить с вами о триединстве и о шестиконечной звезде, мыслеформе, которую вам следует визуализировать, наложенной на ваше сердце. Нисходящий треугольник – это пламя Духа, сходящее в существо человека. Восходящий треугольник – это восхождение материи и энергии материи. Если вы представите эту звезду в вашем сердце, то увидите два трехлепестковых пламени. Одно горит лепестками вверх, а другое – вниз. Это говорит об овладении материей нисходящим трехлепестковым пламенем и об овладении Духом, восходящим трехлепестковым пламенем. Одно трехлепестковое пламя состоит из одного лепестка Духа, одного из аспектов треугольника сходящего Духа и двух – восходящей материи. Другое трехлепестковое пламя состоит из одного аспекта восходящей материи и двух – сходящего Духа. Обратимся к чакрам в теле человека. Мы относим чакры выше чакры сердца к духовным центрам, а те, что ниже сердца, считаем материальными центрами. И эти два типа центров объединяются в сердце, в сердце, которое является и духовной, и материальной чакрой. На схеме с чакрами вы видите чакры Духа. Это чакры венца, третьего глаза, горла и сердца. Ниже сердца расположены чакры материи, чакры солнечного сплетения, чакры души и чакры основания позвоночника. Сердце – это огонь Духа и огонь материи. Горло – вода Духа. Третий глаз – воздух Духа. Венец – земля Духа. А чакра основания позвоночника – земля материи. Чакра души – воздух материи, а солнечное сплетение – вода материи. Итак, сердце – это место для огня и для слияния Духа и материи через трехлепестковое пламя. Только в чакре сердца есть трехлепестковое пламя. Итак, мы видим, что тело Земли и действие Земли опирается на голову и основание позвоночника. Земля Духа и земля материи по сути формируют основание человека. Вы видите Землю, действующую через голову, через мозг. Воздух ума сфокусирован в чакре третьего глаза. И эта воздушная чакра закреплена в материи через душу. Мы имеем сознание души, ибо стихия воздуха соединяет дугой эти две чакры – чакру души и третьего глаза. Водные энергии тела желания выражаются и через чувство солнечного сплетения, и через изреченное слово. Мы можем выражать через горло желание Бога в виде указов, речи. Мы выражаем через эту чакру наше желание, нашу волю. Все это проявляется через изреченное слово. Итак, наша чакра горла – это поток воды слова. Эти чакры постоянно взаимодействуют между собой. Сбалансированное действие потока четырех стихий в ваших чакрах, идущих через чакру сердца, является основанием вашей пирамиды, основанием пирамиды вашего вознесения, стихий огня, воздуха, воды и земли. Шестиконечная звезда показывает двойное действие трехлепесткового пламени. Овладение трехлепестковым пламенем в духе должно быть уравновешено овладением трехлепестковым пламенем в материи. То есть должен быть баланс сил внутри вас, равновесие в четырех стихиях, семи чакрах и трехлепестковом пламени, как вверху, так и внизу. И это совершенно необходимо для вознесения. Давайте посмотрим, как все это соотносится с космическими часами. Ваш голубой крест на космических часах, чакра венца, чакра основания, сердце соответствует структуре всего вашего существа. И он проходит прямо через центр человека, чакру сердца. И все ваше существо висит на 12 и 6 линиях, на отце и матери, чакре венца и основаниях. Это основание позвоночника. Люди спрашивают меня, почему мы считаем столь важным становление Челла Эль Мории? И почему так много внимания уделяем голубым велениям и голубому лучу? Так происходит потому, что это основание существа. Именно голубой крест задает матрицу для основания вашей пирамиды. Вы никуда не уйдете, если не станете волей Бога, не обретете веру в эту волю и радостное принятие внутренней святокопии. Некоторые люди беспокоятся, думая, что посланники и владыки имеют слишком интенсивное действие голубого луча. Они спрашивают, почему они не проявляют больше любви? Дело в том, что голубой луч и есть луч любви. Луч с интенсивным действием любви, но это любовь там, где она требуется. От этой любви зависит ваше выживание. Вы не смогли бы выжить, если бы сердце не жило. Итак, голубой крест дает вам основания для жизни. Поэтому ваш первый гуру Эль Мория, и он готовит вас к следующему кресту. Розовый крест служит для владения духовной и материальной стихией воздуха. Здесь мы имеем чакру души и чакру третьего глаза, служащие для солнечного осознания внизу и через непорочные понятия, поддерживаемые вверху третьим глазом. Солнечное сознание, то есть душевное сознание, означает осознавание времени и пространства, развитие осознавания личности вашей души. Единственный способ для вас иметь это осознание, это через обретение видения непорочного понятия, через Бога видения. И только интенсивная любовь поможет нам отказаться от всего, что мешает этому видению и осознанию. Мы должны отказаться от всего эгоизма, чтобы обрести это видение. Чтобы расширить осознание души, нам следует одинаково заботиться о других душах. И это невозможно без Святого Духа, так как душа должна проникнуть в пустое пространство, пройти через время и пространство, чтобы иметь солнечное осознание, то есть осознавание Божьего материи. Чакра души является чакрой материальной. Христосознание сосредоточено в сердце, которое является фокусом Духа, а богосознание в венце тоже в фокусе Духа. Но осознавание Божье в материи возможно только через душу. Солнечное, то есть душевное осознавание часто заменяется психическим осознаванием, психическим действием миазмов, окружающих чакру души в электронном поясе. Психические чувства это просто как понижение физических чувств на уровень астрального плана. Ясновидение, яснослышание, автоматическое письмо, слышание голосов, астральные путешествия через наркотики. Все это принесение в жертву солнечного осознавания ради психического осознания. Спиритизм, спиритуализм, мирская астрология, карты, гадания начальной молестей и так далее. Все это примеры психического осознания, заменившего душевное осознание. Если Рамакришна принимал ученика, обладающего ясновидением и яснослышанием, он сначала исцелял такого ученика от этих психических способностей, ибо с этими психическими способностями он не мог функционировать как чело-владык. Эти способности несовместимы с вознесенными владыками, и вознесенные владыки не одобряют их, и путь этот ведет лишь в астральный план и не дальше. Итак, ради Бога и Его эволюции мы отказываемся от всего этого, от всех погремушек и безделушек, которыми приукрашивают себя психисты. Все земные чувства мы меняем на душевные, на чувства души, которые дают нам душевное осознание. Имея душевное осознание, мы настраиваемся друг на друга через пламя любви, не через животные инстинкты или животные вибрации, не через вибрации нетрансмутированных нижних чакр, а через реальное ведение, что душа представляет развитие сознания как овладение планом материи. Это означает, что ваше солнечное осознание не может содержать больше, чем то Христосознание или Богосознание, которым вы овладели здесь, в материи. Итак, в вашей душе содержится та часть Богосознания и Христосознания, которую вы оказались способны сфокусировать в материи через материальные чакры, включающие чакры сердца, солнечного сплетения, души и основания позвоночника, как основания вашего духовного опыта как в материи, так и в духе. Душа – живой потенциал Бога. Когда я говорю, обращаясь к вашей душе, я обращаюсь только к части вас. Вы – это ваше реальное «я». Ваше «я» Христа, и именно с этим реальным «я» вы хотели бы обрести связь, ведь душа представляет ваш нынешний уровень эволюции света и тьмы. мы говорим о душах хороших и плохих, ибо души не безгрешны в своих деяниях. Мы говорим о душах благословенных и душах порочных, и нет ничего особенно прекрасного в душе, кроме того, чем душа сделала саму себя. Итак, когда мы медитируем, мы не медитируем на чакру души. Мы медитируем на Христосознание, и из точки сердца и интенсивного огненного действия трехлепесткового пламени мы притягиваем осознание души к уровню Христа, и мы даем указ о том, чтобы развитие нашего солнечного осознания происходило только через Христа осознание. Вы обнаружите, что медитация часто происходит на уровне души, но это не место для медитации. Такая медитация поведет вас по линии наименьшего сопротивления вниз по тому же пути психического рабства. Вы должны медитировать на сердце и таким образом поднять ваш нынешний уровень душевного осознавания к высшему Богосознанию и Христосознанию. При медитации сначала следует отправляться в сердце, а затем обрести связь с душой, распространяя, протягивая Христосознание к душе. Никогда не позволяйте своему внешнему уму пойти прямо к душе, ибо оно попадет прямо в котел электронного пояса и вынуждено будет пройти через влияние нетрансмутированных энергий. Единственный путь к душе должен быть через сердце. Это касается и всех остальных чакр. Путь к ним должен быть через сердце. Только там, в сердце, мы защищены Христосознанием. Важно, чтобы вы поняли положение закона владык и отца. Именно такова задача первого уровня Summit University. Первый уровень касается первого луча. Это первая позиция Бога начала и Троицы. Это аспект отца. Вы обучаетесь закону, вы познаете безличную безличность Бога и закон Семи лучей. Вы стараетесь хорошо овладеть им, чтобы затем пройти обучение на втором уровне, где вы начинаете овладевать Христосознанием. А затем на третьем уровне вы овладеваете Святым Духом. Я хотела бы донести до вас, что эти уровни важно проходить последовательно, без больших перерывов. Согласно закону циклов, мы можем наделить вас только порцией Богосознания. Это очень важный закон, важное учение. Я бы хотела продолжить и дать вам применение через Христа и Святой Дух, но я не могу пойти дальше, если вы не овладели сначала законом, если не применили его к себе, не определили себя как инструмент законодателя и проявление этого закона. И это означает становление им, а не просто запоминание закона, написанного на доске. Это требует очищения и веления и пронизывания вашего существа вашим собственным Я-Есм присутствием, которое является аспектом Отца. Если мы обратимся к Желтому Кресту, то увидим, что он касается овладения деятельностью солнечного сплетения и горла. Дело в том, что желание мы контролируем мудростью. Тело желаний – самое мощное тело человека, в нем сосредоточено наибольшее количество энергии. Все психологи в один голос утверждают, что при наличии мысли и желания, желание не побеждает. При наличии команды из области сознания и из подсознания, человек будет следовать той команде, что идет с подсознательного уровня. Итак, ваш подсознательный ум, включая ваше тело желаний, имеет больше власти над вами, чем ваше ментальное тело или ваши мысли. Это значит, что единственный путь к сознанию вознесенных владык лежит через мудрость. В притчах сказано, «Главная мудрость». Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. Когда вы понимаете закон и впитали мудрость закона, тогда ваш ум оказывается настолько наполненным разумом, что было во Христе Иисусе и в Гаутаме Будде, что у вас есть мотив, а значит и воля, энергия и решимость перенаправить все свое тело желаний. Вы сможете победить желание Христа разумом и объединением своих сил с разумом Бога. Оставаясь же в состоянии невежества, вы можете оказаться полностью порабощенными своими желаниями. В просвещенном состоянии желания могут продолжать одолевать вас. Они могут появляться в уме, в теле, даже в душе, но благодаря мудрости у вас хватит сил противостоять им и сказать «до сих пор и не дальше». Вы будете способны принять решение, взять на себя обязательства, исходя из понимания вопроса, а не слепой веры. И это взятое обязательство соберет все энергии Вселенной для вашей победы. Когда вы обретаете мудрость, овладев мастерством на линиях желтого креста, у вас есть здравый смысл, у вас есть мотивация, что даст вам возможность отпустить человеческую волю, отречься от нее. Именно тогда мы видим удивительные изменения, происходящие в учениках Вознесенных Владык, в их образе жизни, в том, какие они люди, какие у них убеждения, будь то в религии или в политике, каков их образ мышления. Вы можете измениться внезапно, вдруг, просто благодаря мудрому утверждению Владык, мудрому учению, которое вы усвоили. В противоположность этому, общество и церкви пытаются через страх, через запугивание и угрозы заставить людей следовать определенным стандартам, которые желают насадить в обществе. А все, что нужно сделать, так это дать людям мудрость. И в озоренном состоянии люди будут способны контролировать солнечное сплетение горло, ось 2-8. Сердце окружено огромным количеством воды, и это первый тип энергии вокруг сердца. Итак, вы берете огонь сердца, затем воду горла и солнечного сплетения и мгновенно получаете огромное количество энергии в своем распоряжении. С огнем Христа, трехлепесткового пламени в сбалансированном проявлении любви, мудрости и силы, с этим импульсом энергии вы способны двигать спираль всего вашего тела желаний, спираль, высвобожденную через силу изреченного слова. Вы сможете менять миры, соединив все это вместе. Здесь важен ментальный процесс, закрепленный через душу и третий глаз. Душа размышляет через стихию воды и эти чакры. Душа может пережить события через третий глаз, не физически, а через непорочное понятие, через солнечное осознавание, а затем через само присутствие матери и отца. Чакры матери и отца глубоко подсознательные. Они, кажется, находятся дальше всего от сердечного центра и вашего сознания. Присутствие отца и матери, как Альфа и Омеги в качестве образцов для действия, является очень-очень глубоким. Именно благодаря этому присутствию мы отличаем верное от неверного. Присутствие матери и отца, как Альфа и Омеги, ведет нас и всегда ведает, когда мы отклоняемся от пути. На мать и отца с большой буквы, наложены моментумы человеческих матерей и отцов с этой и прошлых жизней, записи, хранящиеся в электронном поясе. Таким образом, у нас есть конфликтные типы сознания внутри нас, борющиеся по поводу того, что сказали бы наши отец и мать в этой жизни. Но на самом деле, все это идет намного глубже. Все идет к Альфе и Омеге. У нас есть много более близкая связь с Альфой и Омегой, чем мы сознаем. У нас есть прямая линия связи с Альфой и Омегой, подобная поповине. И мы, подобно детям малым в своих колыбельках, возвращаемся, когда спим по ночам к переживанию, которое было у нас в утробе. Нас снова укачивают в огненной сердцевине Альфы и Омеги. И мы получаем знаки и сообщения об их обсуждениях на Великом Центральном Солнце. Но все это очень, очень, очень подсознательные вещи. Они просачиваются во внешнее сознание, дают нам ощущение благополучия во Вселенной, чувство, что нас любят, даже если у нас нет внешнего подтверждения этому. Они дают нам ощущение равновесия в наших телах. Мы ведь ходим на двух ногах и не падаем. Масса всевозможных процессов происходит в наших телах как бы само собой, они зависят от пульсации этих двух чакр, которые находятся в таком спящем, пассивном состоянии в жизнепотоке, живущем на этой планете. Наша планета пребывает в Кали-юге, очень темной эпохе. Она движется к веку большего света, медленно, но верно. Тем не менее, людские массы весьма далеки от понимания и восприятия реальности. Мать Мария говорила, что когда она носила Иисуса в утробе, не было никаких учреждений, где содержались бы люди с увечьями, сумасшедшие, прокаженные, больные с язвами и так далее. Вы могли увидеть их на улицах, на рыночных площадях, на обочинах дорог. Вы можете увидеть подобное сегодня в Гане. Многие душевно больные люди спокойно разгуливают по улицам, и все знают, что это местные психически больные люди. И что самый большой вред, который они могут причинить, так это украсть пищу, увидев, что вы ее готовите. Более серьезным больным не позволяют свободно разгуливать там по улицам. Мать Мария сказала, что ей было особенно непросто хранить непорочное понятие, когда она видела жизнь людей и условия жизни людей. Сегодня мы живем безбедно и благополучно. Мы не видим больных и сумасшедших. Их тут же удаляют соответствующие заведения. Мы также хотим удалить все проблемы с нашего пути и делаем это в своем сознании. Когда мы сталкиваемся с чем-то неприятным внутри себя, нам хочется быстро убрать это, избавиться от этого. Мы заталкиваем это в подсознание, вместо того, чтобы посмотреть на это, принять ответственность за ситуацию и победить ее светом. Невознесенные Махатмы, Мори и Кудхуми ясно дали понять, не следуйте за нами, как за людьми, следуйте принципам, законам, которым мы учим, следуйте идеалу, и вы никогда не ошибетесь. Кудхуми сказал, даже Архат в физическом теле делает ошибки. Что ж, если Архат делает ошибки, и представитель Владыки делает ошибки, скажете вы себе, то как я могу быть челом такого представителя Владыки. Ответ в том, что вам не нужно пытаться определить, когда адепт воплощении делает или не делает ошибки. Сосредоточьтесь на своей вере в истинного Гуру, который есть Бог. И в своем единстве с истинным Гуру вы обнаружите, что воля Бога всегда одерживает победу, независимости от каких-либо ошибок или человеческой непоследовательности представителя Владыки. Вознесенные Владыки всегда будут иметь в качестве своих представителей тех, кто делает ошибки и не лишен аспектов человеческого сознания, тем самым проверяя своих чела. И эти тесты на пути чела очень суровы. Приходит время, когда весь моментум ваших искажений на желтом кресте, ваши чувства несправедливости, якобы несправедливые поступки вашего несовершенного учителя, все ваши страхи, сомнения, вопрошательства, все это выходит на поверхность и предстает перед вами, появившись из вашего электронного пояса, подобно огромному кому грязи и мусора. И тогда должно быть принято решение, решение поместить этот ком субстанцией в пламя и ступить на путь чела, или же сонастроиться с этим комом субстанции и под его тяжестью оказаться выкинутым из отношений гуру чела назад в мир. Итак, можно ставить под вопрос учение, можно сомневаться в учителе, но вы должны быть тверды в вере в Бога, в ваше реальное я, ваше я Христа и в иерархию. Владыки не создают совершенных людей, чтобы те их представляли. Такого никогда не было и не будет. Посему, поиски совершенного учителя это идолопоклонство. Ожидание, что человек будет совершенным тоже идолопоклонство. Если бы человеческое можно было сделать совершенным, то это давным-давно произошло бы. Человеческое нельзя сделать совершенным, от него надо отказаться. Стезя, взаимоотношения чела и гуру это что-то похожее на загадку, на головоломку. Это предполагает доверие к учителю, стоящему перед вами, скажем, представителю учителя, когда вы знаете, что этот представитель учителя вовсе не совершенен. На самом деле ваша вера это вера в Бога внутри того человека и вера в Бога внутри вас самих. В тот момент, когда вы начинаете верить в личность человека, эта личность подведет вас, потому что Бог будет всегда отучать вас от поклонения идолам. Бог не позволит вам быть идолопоклонником, ведь это нарушение первой заповеди. Самое ужасное преступление с точки зрения Бога это поместить кого-то пред Богом. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Исход 23. Итак, мгновение, когда вы позволяете вашим сомнениям, в упрошательство и страхам бросить вызов учителю является мгновением, когда вы принимаете решение. Или ваш моментум веры катапультирует вас в прямые отношения с вознесенными владыками, или ваш моментум сомнений катапультирует вас в мир, где сам этот мир становится вашим гуру. И несовершенство представителя владыки является здесь маленьким бугорком, который вам нужно преодолеть. это небольшой тест. Но представитель владыки не является учителем или учением. Учитель невредим, вне зависимости от того, что я делаю. И учение невредимо, и ваши взаимоотношения с тем и другим невредимы. мистерия. это мистерия. Это великая мистерия. Люди предают меня, потому что думают, что и учитель, и учение держатся на мне, и что они падут из-за какого-то недостатка, который я имею. Это идолопоклонство. Такое представление является идолопоклонством. Чтобы оправдать свое чувство несправедливости, оправдать свои страхи, сомнения, отказ от иерархии, людям приходится атаковать меня. Больше некого атаковать. Владыки совершенны. Учение совершенна. значит, объектом для атаки становлюсь я. К сожалению, люди не понимают, что как они поступают со мной, так они поступают и с гуру. Люди не понимают, что море стоит прямо за завесой и смотрит своим орлиным взором. И он говорит, и это закон иерархии, как вы обращаетесь с моим представителем, так обращаетесь и со мной. Поэтому вы недостойны быть в моем присутствии. В результате он отдаляется от индивидуума. Я никогда не чувствовала, чтобы лично мне кто-то причинял вред, и чтобы меня обидели чьи-то слова и действия. Я не чувствовала, что поступают несправедливо со мной лично. Когда мне пытаются причинить зло, я немедленно иду к алтарю, чтобы воздать молитвы владыкам, призвать заступничество, милосердие и прощение для души, которое причинило вред братству и делу братства. Однако люди, которые совершают эти злои деяния, считают, что абсолютно абсолютно верны верны братству, верны делу братства, верны учению, но не выносят меня лично. Они терпеть не могут Элизабет. Именно меня обвиняют во всех ошибках, всех неудачах, всех провалах в мире с самого начала. Я говорю вовсе не о чем-то далеком или маловероятном. Я прохожу через это ежедневно. Я ежедневно встречаюсь с людьми, приехавшими сюда со всех уголков мира, которые наполовину находятся в учении, а наполовину вне учения. Я знаю, как это бывает, и вижу постоянную борьбу, идущую в умах людей. Дело в том, что учения даются в нашей организации настолько ясно и настолько точно, что во все годы нашего существования я не помню, чтобы кто-то ушел из учения из-за того, как эти учения излагаются здесь. Что ж, разве то, как излагается учение, не отражает в какой-то мере сознание посланника? Передача сознания владык посланниками настолько внятная и четкая, что тысячи людей обрели прямую связь с владыками. Как они получили ее? Через диктовки, через живые диктовки и через написанное слово. Имеют ли к этому какое-то отношение посланники? Раз имеют, то это говорит о том, что мы являемся чистым, прозрачным сосудом. Первые комментарии Марка после Вознесения касались того, что он в первую очередь просмотрел все, что было опубликовано, все, чему он учил, и он сказал, что он был порадован и, возможно, даже удивлен такой высокой степени точности в написанных книгах и данных через него учениях. Он, как посланник, был в первую очередь озабочен именно вопросом точности и хотел увидеть, как труды по учениям выглядят с точки зрения сознания Вознесенного Посланника. На втором уровне Summit University мы подробно останавливаемся на вопросе бытия чела. Второй курс это возможность быть принятым в качестве чела Эль Мории. Вы не становитесь чела автоматически, потому что прочитали книгу или читали веление 50 месяцев или 50 лет. Звание чела можно заслужить через обретение связи с владыкой и через служение его делу. В какой-то момент в вашей жизни вы можете прийти к такому состоянию сознания, когда вас призовут стать чела. Вы можете желать стать челом многие годы. Чела в широком смысле слова означает ученик, учащийся. Мы все являемся таковыми. Чела в более строгом смысле слова, когда вас берет в ученики владыка, означает становление рабом. Внутренний смысл слова сита раб, слуга на санскрите и это более редкое явление. Так вот, на втором курсе мы стремимся подготовить вас к становлению чела. Конечно, моя цель удалить себя как посредника, не быть между чела и Эль Мори в их взаимоотношениях. я пытаюсь удалить себя с дороги чела. Я должна представить учение, дисциплину, закон, сделать это как можно быстрее и как можно строже, чтобы потом исчезнуть, а ученик будет иметь все, что ему нужно, чтобы быть стражем собственного сознания. и такова судьба всех пророков. Они представители на время, пока ученик не обретет единство с Христом, своим владыкой. Переживания на втором уровне обучения очень увлекательные, но их нельзя передать на первом уровне, потому что бытие чела приходит как желтый лепесток, после того, как заложено основание закона. Основание закона вознесения записано в книге Досье на вознесение. Где-то на пути вознесения, если вы собираетесь перейти к следующему шагу посвящения, вы должны стать челом вознесенного владыки. Более чем вероятно, это будет Эль Мори, потому что он является тем гуру, который готовит чела для всех других владык. Он берется за вас и не отпускает до тех пор, пока вы не окажете в состоянии стоять в присутствии Сераписа, или Сен-Жермена, или Кудхуми, или любого другого владыки. Итак, первые наставления очень важны. Я говорю об этом, чтобы вы знали, куда ведет вас путь. И в этом году вам нужно избавиться от страхов, сомнений и человеческих вопросов. Я знаю, что эти моменты мы подобны постоянной смене приливов и отливов массового сознания. Бывают дни, когда вы полны веры, а в другие дни вас одолевают сомнения, страхи и вопросы. Итак, у вас есть выбор, в каком состоянии сознания пребывать. Но не сделайте ошибку решать вопрос веры или неверия на основе впечатления обо мне или о том, что я делаю или не делаю. Ваша вера – великий дар, который вы получили от Бога. Это дар контакта. Это нечто между вами и Богом. И не следует помещать веру в человеческое существо. Ваша вера должна быть в вознесенных владык и в учении. Не в моей власти создать или разрушить отношения гуру-челла. Я просто служитель, и я здесь, чтобы усилить эти отношения. Но никакие мои ошибки не должны испортить ваши отношения с гуру. Мы все должны усвоить урок скромности, смирения. Будучи в этой приходящей форме, все мы допускаем ошибки. Итак, мы говорили с вами о триединстве духовного опыта, формирующего звезду победы. Мы говорили о трех точках от божественного и трех точках от человеческого. Когда все они объединяются, одерживается победа вознесения. Объединение вместе означает то время, когда стихии, разгоревшись, растают, что является библейским пророчеством последних дней. Жар, который разогревает их, это ваше трехлепестковое пламя. Стихии, которые тают, это отделенные уровни сознания четырех стихий. Когда они сливаются в одно великое богосознание, они тают, потому что великий свет огня, всепоглощающий свет, охватывает все сознание, и оно перестает быть раздробленным, фрагментарным, состоящим из отдельных отсеков, вы просто становитесь сияющим солнцем. Внутри вашего солнца у вас есть осознание ваших составных частей, которые все до одного растворились в одном великом солнце реальности. Спасибо. Во имя Христа мы называем к сердцу Я-Есмь то, что Я-Есмь. Возлюбленный Серапис Бей, мы просим поместить твое присутствие и сознание над этими стремящимися идущими по пути вознесения. Глава третья книги Сераписа Бея Досье на Вознесение. Как смоковница являет своей приметой, так и заря космического предвидения являет в стремящемся к Богу приметы божественного проявления в пределах человеческой монады. Это порыв надежды, наполненный благоуханием лета и предвестием грядущего блага. Но все же во время испытаний люди должны стабилизировать свое сознание. Конец цитаты. Стабилизация сознания также необходима, как и успокаивание вод сознания. Душа человека – это просто водоем, отражающий Я-Есмь отсутствие. Когда по воде идут волны, когда не хватает стабильности, тогда отражение не является отчетливым и наблюдается разложение, болезнь, дезинтеграция, смерть, тьма, упадок. стабилизация означает балансирование четырех аспектов существа, четырех стихий, основание тела, души, ума и сердца. Стабилизация означает постоянство, отсутствие фанатизма, неуемного рвения, неуравновешенности в любом аспекте жизни. Приметы, знаки прихода присутствия появляются так же, как смоковница являет свои приметы. и негодный раб, как и бесплодное дерево, выбрасывается во внешнюю тьму. Нам нужно также научиться распознавать знаки, предвещающие циклы смерти и разложения. Научиться читать эти знаки, чтобы обращать их вспять до их проявления на физическом плане. Душа всегда получает знаки, знамения, но это не знамение, что ждет нечестивый, которому Иисус сказал, «Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка». Чьё знамение сравнивается с схождением Иисуса в гробницу материи. Иона был в отчреве кита три дня и три ночи, и кит символизирует материю, в которую должен спуститься Сын Человеческий. Это знак явления Христа, и никакого другого знамения дано не будет. Знамение не дается нечестивым и перелюбодейным, но души, идущие по стезе, всегда получают предвидение тестов, искушений, грядущих событий. Душа знает знаки, но многое из того, что знает душа, остается на подуровнях осознавания. По многим причинам, таким как синдром неудачи, желание провала, сознательный ум не позволяет знакам выйти на поверхность. Это как если бы мы разорвали электрическую цепь, сознательно, добровольно подавляя знаки появления Сына человеческого в нас, подавляя знаки его посвящений и знаки распятия. Одна из причин того, что знаки не появляются, состоит в отсутствии стабилизации сознания. Без стабильности мы не имеем душу в виде спокойного водоема, отражающего Я-Есмь присутствие. Волнение этот водоем отражает и усиливает хаос астрального плана. Таким образом, иногда успокаивание частей существа и приведение их в состояние гармонии – это все, что необходимо нам, чтобы установить соответствие с внутренней святокопией, сонастрой с Я-Христа, единство с Я-Есмь присутствием, что в итоге дает возможность читать знаки и знамения появления Христа. Цитата Отклонения от совершенства происходят не мгновенно, но в большинстве случаев являются результатом постепенного ослабления характера, принятия все меньшей и меньшей ответственности и желания суетной праздности. И как мускулы слабеют от недостатка физических упражнений, так и духовные чувства притупляются, если обращать внимание на вопли сводящего сумма мира и трехлепестковое пламя жизненного проявления становится противоестественно неуравновешенным во всякой личности, находящейся под влиянием смертных дел. Конец цитаты. Отклонение от совершенства. Иными словами, когда вы отклонились от истины, когда вы провалили тест, когда это проявилось физически в виде измены, когда проявилось первое, ослабление характера, второе, принятие все меньше и меньше ответственности, и третье, желание суетной праздности. Эти три проявления являются искажениями трехлепесткового пламени. Ослабление характера происходит при компрометации воли Бога и пламени чести. Принятие все меньше и меньше ответственности – это компрометация мудрости Христа, Сына Бога, а желание суетной праздности – это искажение любви и стандартов морали. Разве мы не видим вырождение общества в проявлении этих трех аспектов? Разве не видим, как все это присуще сегодня нашему обществу? Добродетели не приписывают в наши дни героям или людям на ответственных постах или делающим дела Божьи. Нынешние образцы для подражания – это те, кто идет на компромисс и выходит сухим из воды, те, кто пропагандирует безответственность и благополучие за счет государственных пособий. Большие расходы со стороны правительства, игнорируя необходимость увеличения индивидуальной ответственности. А культ удовольствия искажает пламя любви, предлагая предаваться всяческим излишествам, которыми мы присыщены с самого детства. Итак, наша духовная восприимчивость тает под безумные крики мира. Мы подвергаемся воздействию звуков мира и программированию. И еще детьми в школе оказываемся отрезанными от чистой вселенной, от природного богосознания. Нас кормят кусочками искусственно созданной окружающей среды и продуктам переработки чьих-то умов, не способных выделить реальное. Мы оказываемся отрезанными от Святого Духа, как нашего окружения, нашей среды обитания. Мы оторваны от Христа, как нашей реальной индивидуальности, отрезаны от Отца. Отец заменен государством всеобщего благосостояния, системой соцобеспечения, бесплатным обучением, пособиями и тому подобное, и такой же церковью. Цитата. Люди платят науке дань уважения, считая, что она дает им хорошую жизнь, но без ученых Духа не было бы вообще жизни на планете, или все жили бы во тьме, на ощупь, затененном даже для восприятия физических чувств состояний. Светильники Духа смягчили тьму и отогнали тени, поскольку воля Бога, которая есть благо, возвеличила замыслы в отношении сотворенных им сыновей. Люди сетуют на боли страдания, которые причиняют им собственная карма. А как же владыки, служащие иерархии, у которых нет кармы, чьи надежды снова и снова разбиваются безответственными людьми. Их просят встать бастионом против орд смертной, теневой субстанции и выступать в защиту человечества и от его имени. Однако, немного удовлетворив свои невысокие цели, люди иногда быстро отворачиваются от света и снова ввергают себя во тьму, словно все их надежды заключаются в мирской суете. Мы задаем себе вопрос на внутренних уровнях. Не оттого ли это происходит, что люди сомневаются? А если они убеждаются в чем-то, то почему в этой уверенности нет постоянства? Нужно ли убеждать их снова и снова в реальности октав света? Что еще могу я сказать сверх того, что Бог творил чудеса своего совершенства, которые являются мгновенным и вечным проявлением сознания вознесенных владык? Мы сильны бессмертной радостью, и трубный зов наших надежд разносится эхом даже над человеческим морем. Люди говорят о Сираписе с почтением и благоговением. Они чтят Эль Морию и напор его мощи. Они буквально охают и ахают по поводу красоты сознания Павла Венецианца. Но где же легионы Божьи на земле и где стойкие ищущие посвящение самых высоких уровней здесь, в Луксоре? Возвращаясь к науке Духа, позвольте мне открыть вам знания вне зависимости от того, есть ли кто-нибудь, кто услышит, примет, усвоит и будет чтить его. Если люди терпят неудачу в своем развитии, это всегда происходит из-за нарушения равновесия трехлепесткового пламени жизни. Жизнь, заставляющая биться ваши сердца, это триада действия, состоящие из тройственной энергии. Святая Троица Отца, Сына и Святого Духа, Тело Разума и Души, Тезиса, Антитезиса и Синтеза, Брахма, Вишну и Шивы, Любви, Мудрости и Силы. Она есть также розовый, голубой и золотой цвета Божественного сознания. Воля Бога это важнейшая треть целого, но при недостатке Божественной Мудрости, Золотого Озарения Его высочайшим Знанием уменьшается даже действенной силой, а без любви Сила и Мудрость становятся никчемной самозащитой. Только равновесие трехлепесткового пламени создает для всех матрицу для вознесения. Конец цитаты. Вы не можете вознестись, не имея сбалансированного трехлепесткового пламени, поэтому нужно стремиться уравновешивать его ежедневно. Ланелла сказал в своей рождественской диктовке, что если бы мы все увеличили свое трехлепестковое пламя всего на сотую часть дюйма, то это небольшое увеличение привело бы к увеличению движения, к исцелениям, к схождению Святого Духа и множество людей стекались бы, чтобы услышать учения. В том ли дело, что люди на земле не готовы к учениям? Или же наши трехлепестковые пламена не готовы принять их? И мы не сумели поддержать сбалансированное действие света, как Солнце Вселенной, чтобы, когда люди приходят, достаточное количество света постоянно лилось бы из наших сердец, питая и поддерживая не только нас самих, но и множество людей. Владыки могут расширить организацию только соответственно тому, насколько члены этой организации расширили свои трехлепестковые пламена. трехлепестковые пламя это наш собственный индивидуальный магнит Великого Центрального Солнца. Наша медитация на этот источник жизни в этой октаве для увеличения этого источника жизни является ключом к обретению связи с множеством людей благодаря силе Троицы. И нет никакой другой силы, которая позволит нам сделать это. Мы должны хорошо знать слабости в нашем трехлепестковом пламени. И не просто какой лепесток любви, мудрости или силы самый слабый. У вас может быть много силы, много мудрости, много любви, но как насчет взаимодействия, как насчет синтеза, как насчет совершенного слияния двух лучей силы и мудрости? Соединение этих лучей дает проявление ясного видения всевидящим оком Бога. Это изумрудный луч. У вас может быть и напор силы и озарение мудрости, но при этом не быть способности осаждать их, так как нет слияния этих двух лучей в сбалансированном проявлении. Овладели ли вы омега циклом жизни? У вас может быть много энергии отца и сына, но когда дело доходит до шестой линии часов или шестой недели или дня курса обучения в Summit University, оказываетесь ли вы в состоянии встретить испытания на линии матери? Готовы ли вы победить искажение стихии воды? Имеете ли вы изумрудный луч для этого? Итак, нам нужно смотреть глубже, чем просто на три лепестка. Нам нужно смотреть на то, как любовь взаимодействует с мудростью в виде сияющего злато-розового луча, который служит для исцеления и восстановления клеток тела и ума. И если смешивание немного отклоняется от нормы, то получается оранжевая энергия, затмевающая свет чакры венца гордыней амбициями или затмевающая свет чакры сердца розовой симпатией соглашательством с человеческим творением. Если мы немного ошибаемся в любом отношении, то не получается нужная смесь энергии. Чрезмерные эмоции контролируются любовью и силой любви в действии, говорит Серапис. Пытались ли вы когда-нибудь контролировать свои эмоции волей? Видели ли вы, чтобы ребенок пытался волей контролировать эмоции? Если эмоции нарастают, а человек подавляет их, то довольно скоро будет взрыв, потому что господствующие эмоции можно контролировать лишь любовью. Любовью Бога, которая достаточно велика, чтобы отказаться от эмоций и призвать эти энергии в движении, то есть эмоции, стать послушными слугами Бога. Если мы не имеем достаточно любви, то не будем иметь эмоционального контроля. Если вы проявляете эмоции, которые вам не нравятся, то не пытайтесь волевым образом избавиться от них. Не позволяйте своему голубому лепестку стать тираном, требующим контроля, потому что ваша воля никогда не сможет быть настолько сильной, чтобы контролировать тело желаний. То, что имеет власть контролировать желания, так это любовь, более великая любовь к Богу, которая жертвует любовью меньшего я. Любовь к Богу должна всегда переходить в любовь к человечеству, потому что Бог существо безличное, неясное, некий туманный дух, которого вы никогда не видели, и мы, в общем-то, не приносим жертвы невидимому Богу. Мы жертвуем для Бога видимого, для маленького ребенка в нужде, для друга, для члена семьи, для владыки мудрости. Они реальны, мы отождествляемся с ними весьма лично. Мы приносим жертвы для дела иерархии, личных друзей, которых становится все больше и больше. И, наконец, эта любовь становится коллективной любовью к человечеству, которая побуждает нас жертвовать нежелательными эмоциями. Вы должны помнить, что плач, гнев, раздражительность, страх, тревога. Все эти проявления имеют место из-за недостатка любви. Любви довольна, значит, довольна. Довольна, пора покончить с этим. Мне надо делать работу для Бога, и она не ждет. Она не может ждать, пока я буду предаваться самопотаканию и пребывать в кругу сущностей развоплощенных. на это нет ни времени, ни пространства, ни энергии, потому что наше время и пространство принадлежат матери и Будде. Цитата. Так как мудрость мира сего есть безумие пред Богом, то ясно, что не с помощью мирской психологии, но в равновесии энергии сердца люди накапливают огни вознесения ко дню своей победы. Конец цитаты. Все психологические проблемы это плоды кармы мятежа. Мятеж это всегда отсутствие любви, которое проявляется в непослушании. Кажется, что это непослушание внешней власти, но это не так. Непослушание это мятеж против вашего собственного Я Христа, который является единственной властью вашей жизни и который предстает пред вами в виде власти в государстве, в церкви, в школе и так далее. Это ваш собственный возлюбленный посвятитель испытывает вас, даже когда есть кажущаяся несправедливость. Иисус советовал нам, так же как Иоанн Креститель, быть в мире с правительством. Иоанн Креститель сказал воинам довольствоваться своим жалованием, а собирателям подойти не брать больше надлежащего по закону. Иисус же сказал «отдавайте кесарево кесарю», так как Он видел государство как инструмент для наших испытаний. Есть и другой тест «уметь отличить реального гуру от члена лже-иерархии, от безбожного творения, которое захватило место и власть Я Христа в церкви, в государстве и в образовании». Но даже здесь мы обнаруживаем, что силой науки изреченного слова мы способны бросить вызов плотскому уму и антихристу, продолжая при этом поддерживать существующий порядок цивилизации, сохраняя форму и постепенно трансмутируя эту форму. Это довольно интересно. Когда Сен-Жермен был при дворах Европы, во Франции, он бывало брал драгоценные камни королей и королев и знати, держал их в своих руках, мог оставить у себя на день или на неделю, а затем возвращал их. При этом все трещины и изъяны в этих драгоценных камнях исчезали. Если вы воспримете драгоценный камень в качестве символа индивидуума или государства или общества или цивилизации, то сможете увидеть урок, который давал Сен-Жермен. А урок таков, вам не нужно разбивать драгоценный камень, чтобы сделать его совершенным. С помощью науки алхимии вы можете трансмутировать изъяны и при этом оставить атомарную структуру нетронутой. Итак, гуру, которые приходят, чтобы переделать нас, не убивают нас насмерть, не расчленяют на куски, они не распиливают нас на части, они помещают нас в пламя и благодаря алхимии мы преображаемся. Если мы верим в алхимию, то должны быть в состоянии применить ее к правительству, к экономике, к нашему народу, к стране. В данном случае мы видим, что некоторые аспекты революции отражают мятеж падших, падших с Атлантиды и Люцифериан, мятеж против власти Я-Христа, как она персонифицирована в цивилизации. Это ясно видно на многих примерах сегодня в мире. Мы также наблюдаем другой тип мятежа. Это мятеж против лжеучителей и лжеиерархии. Мы, как ученики владык, не должны вовлекаться в насилие или в кровопролитие, чтобы бросить вызов этой власти. Мы не только не должны так поступать по закону, но и не будем делать это, ибо у нас есть лучший способ, и это путь алхимии. это алхимия индивидуального воплощения Христа пламени, которая происходит в одном человеке за другим, пока свет солнца наших сердец просто не поглотит семя, сознание, энергию, тьму, козни и манипуляции нечестивых и их семени. Мы видели, что вызов, брошенный падшим, часто приводит к войне и кровопролитию. Мы видели это на протяжении всей истории. Мы видели, что нам нужно быть готовыми защитить на физическом плане право души быть свободной. Гаутама Будда дал нам учения по поводу войны, по поводу революции, мятежа, анализируя Пхагавадгиту и учения Кришны. Но в сегодняшней лекции мы говорим о силе трехлепесткового пламени. Проходя через алхимию трансформации мы должны нести веру в эту алхимию семье, обществу, народу, стране. Мы должны знать, что лично демонстрируя действия закона алхимии, мы можем также произвести эту революцию без кровопролития. мы должны быть настолько полны решимости сбалансировать трехлепестковое пламя, следовать математике закона, точно исполнять ее, что воистину станем учеными Духа, о которых говорит Серапис. Владыка говорит, что без ученых Духа не было бы вообще никакой жизни на планете, и все жили бы во тьме, двигались на ощупь, в затененном даже для восприятия физических чувств состоянии. Он имеет в виду, что без посвященных анестезе вознесения, находящихся в физическом воплощении, на планете по сути не было бы света и жизни. Итак, является ли физическое солнце тем объектом, который поддерживает людей, или вращение Земли, или закона энергии, которым нас учили? Нет. Источником жизни и света на планете является один, посвященный на пути. Без этого ученого Духа развитие не могло бы продолжаться. Это потрясающая мысль. что самое потрясающее, так это то, что, как говорят владыки, достаточно одного, одного ученика, чтобы поддерживать этот контакт для всей жизни волны. Представьте, что мы могли бы сделать с помощью тысяч учеников, обученных, посвященных, которые не подведут своего призвания и осознавания. Какой самый верный способ не откатиться назад, после того, как вы уедете, оставив пламя владык, которое горело для вас в Саммит Юниверсити. Это равновесие трехлепесткового пламени. Вам нужно собственное пламя, ибо очевидно, что если владыки держат для вас свечу, а вы отошли на километр, то вам потребуется собственная свеча, и, слава Богу, она у вас есть. Цитата, горнила бытия, раскаленная до бела, непреложно требует появления радуги священного огня и спирали изминого гнезда, поднимающейся на крыльях веры, надежды и свершения. Как вам нравится слово «свершение» на месте любви? Существует ли какая-нибудь другая форма любви, кроме действия? Нет, не существует. Святой Дух это пламя труда, действия, чудес, исцеления, озарения, развлечения. Действия Отца и Сына всегда можно найти в Духе Святом. Это такое приводящее в движение действие, что оно постоянно поддерживает ваше сознание в состоянии покоя в движении. Продолжение цитаты. Пока в каждом не воцарится Христос. Это научная победа Духа. Создание этой Вселенной не случайно. Непраздный эксперимент стоял за программой, но вечная мудрость беспредельного Творца, чьи замыслы едва постигаются людьми с ограниченным видением. Эмоции, находящиеся под контролем любви, уравновешенной мудростью, создают мощный напор силы, перед которым жизнь не может устоять. Конец цитаты. Эмоции. Это удивительная концепция. Эмоция, то есть энергия в движении, когда она находится под контролем любви, уравновешенной мудростью, создает мощный напор силы, перед которым жизнь не может устоять. Я хочу дать вам важную иллюстрацию сказанного на примере чтения велений. Чтение велений это действие Троицы, действие вашего трехлепесткового пламени, и это действие только вашего трехлепесткового пламени. Оно иллюстрирует это предложение. Эмоции это ваша энергия в движении, это резервуар силы, который есть в вашем теле желаний. Ваше тело желаний является в этой октаве источником обширного резервуара энергии, который вы используете в жизни день за днем, час за часом, энергии, дающей вам физическую силу, ментальную силу, и все благодаря вашему желанию, потому что ваша воля гнездится вашим желаниям, и если ваше желание, если ваша воля связана со всевозможными сложными подсознательными матрицами, вы становитесь неэффективными, как человеческое существо, вы становитесь бесхребетными, мягкотелыми, некоторые называют таких людей тряпка, вам никогда не удается ничего сделать, завершить, вы не преуспеваете ни в чем, потому что ваши энергии воли завязаны на матрице человеческих желаний, вечно неосуществленных, и жаждущих следующей порции энергии из источника. когда ваше тело желаний снастроено с телом желаний Бога, когда ваша воля снастроена с волей Бога и нет ничего разъединяющего вас, то ваше тело желаний становится магнитом, притягивающим вниз в материю волю Бога и энергии космоса, и дающим вам импульс воли для действия. Мы говорили о солнечном сплетении, образующем дугу с чакры горла. Солнечное сплетение вместо тела желаний проявляется через силу изреченного слова, и люди, обладающие даром речи, напористостью, энергичностью, имеют настроенные нацеленные желания, мы называем их целеустремленными. Если эмоции находятся под контролем любви, уравновешенной мудростью, то есть любви Бога, сбалансированной мудростью, то сочетание этих двух создает мощный напор силы, перед которым жизнь не может устоять. Что есть жизнь? Жизнь это Бог, жизнь это вы, жизнь это энергия, жизнь это святой дух, жизнь это все материальное творение и единый дух великого белого братства и мать мира. Итак, жизнь это все сознание. Здесь говорится о том, что если ваши желания будут сдерживаться поводьями любви и мудрости, то вы создадите силу, которая будет управлять вселенными. Вы должны вложить свою волю, свое желание в веление. То есть, ваше веление не может быть песенкой, типа частушки, которую вы поете трем слепым мышатам в углу. А в то время, как вы поете этим трем слепым мышатам, вы думаете обо всем, чем угодно. Ваше веление должно быть указом, повелением. За ним должна стоять ваша воля. И когда я буду читать сейчас веление, я буду давать его с проявлением силы воли, стоящей за словом. И так должно быть с любым велением, какое бы вы ни читали. Следующее необходимое качество — мудрость. Мудрость — это абсолютное понимание закона, знание, что он непогрешим, непобедим, что есть надежда, есть осознавание контакта с великом белым братством и твердое понимание, что когда вы изрекаете слово, Бог отвечает. Такой же мудростью обладал Иисус. Прежде чем воскресить Лазаря, он поблагодарил отца за то, что он слышит каждую его молитву. Он сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». «Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал, «Сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Итак, мудрость — это знание закона. И когда у вас есть определенное знание закона, вы проецируете эту мудрость в веление, которое читаете. Это верный, бескомпромиссный способ. И, наконец, пламя любви, которое вы вкладываете в веление. Это ваше сокровенное, личное общение со всем живым через Святой Дух. Когда вы читаете веление, когда произносите имена владык, вы обращаетесь прямо к друзьям света. У вас есть отношения с друзьями света. Вознесенные владыки — ваши лучшие друзья. Между вами и вознесенными владыками есть обязательства на всю жизнь. В любое время, когда вы призываете владыку, он отвечает вам. Когда бы он не призывал вас, вы отвечаете ему. Если он просит вас об услуге, вы оказываете ее. Владыка должен быть уверен в вас, уверен в вашей любви и дружбе. Мы не можем ожидать, что владыка будет отвечать на каждый наш призыв, если мы не отвечаем на его призывы. Закон гласит, зов заставляет ответить. Что ж, если море говорит со мной и просит меня сделать то-то и то-то, а я отвечаю, нет, море, мне это неудобно, то, когда я в следующий раз призову морю, как вы думаете, что он мне ответит? Увидимся позже. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам, сказано в Писании. И когда вы не подводите владык, вы можете рассчитывать, что они не подведут вас. Если вы иногда отвечаете им, а иногда идете своей дорогой, между вами образуется расстояние. Это как случайное знакомство. Ваши собственные страхи и сомнения, и ваши собственные отказы выстраивают барьер, а не действия владыки. Итак, любовь, которую вы вкладываете в веление, это ваше абсолютное доверие. Одна из причин, почему я говорю и знаю, что Бог позаботится обо мне, в том, что по милости Божьей я не подвожу его. Я делаю все, что могу, чтобы не подвести Бога. И всегда так поступало. Поэтому я установила с ним такую же дружбу, что была у Авраама. Написано, что Авраам был другом Бога, и Бог не вменял Аврааму его грехи, потому что тот был другом Бога. Другими словами, он заслужил милость Христа, прощение за грехи. Авраам был другом Бога в том смысле, что он относился к Богу по-дружески, а не то, что Бог относился по-дружески к нему. Авраам действительно был хорошим другом. Он был предан, верен, надежен. Он делал то, что ему полагалось делать. Итак, когда Авраам звал Бога, он знал, что Бог ответит ему, ибо Авраам выполнял свою часть договора. Это аспект любви трехлепесткового пламени. Когда между вами и владыками выстраиваются такие отношения, тогда вы знаете, что зов заставляет ответить, и этот закон работает в обе стороны. Вы вкладываете всю силу веления и получаете ту энергию, в которой нуждаетесь. Позвольте мне дать вам пример такого интенсивного чтения, потому что у меня есть чувство, что мы не велим, а просто читаем вслух слова. Иногда мы просим о чем-то равнодушно, в полсердца, или поем частушку трем слепым мышатам в углу, или же излагаем свое желание или волю перед я-я-я-сем присутствием очень фанатично. То, о чем вы просите в велении, осадится в проявление, когда вы вкладываете в веление весь момент богосознания, который вы проявляете в материи. Это не зависит от количества времени, которое вы тратите на чтение в велении. Это будет зависеть от вашего желания, вашей воли, мудрости и любви. И тогда указ выполнит работу. Возьмем, например, веление 70.11. Я не прошу вас читать вместе со мной, просто слушайте. Мудрости в телевидении Рулер of the violet planet and beloved great karmic board To expand the violet flame within my heart Purify my four lower bodies Transmute all misqualified energy I have ever imposed upon life And blaze mercy's healing ray throughout the earth The elementals in all mankind And answer this my call infinitely, presently and forever I am the violet flame in action in me now I am the violet flame to light alone I vow I am the violet flame in mighty cosmic power I am the light of God shining every hour I am the violet flame blazing like a sun I am God's sacred power freeing everyone I am the violet flame in action in me now I am the violet flame to light alone I vow I am the violet flame in mighty cosmic power I am the light of God shining every hour I am the violet flame blazing like a sun I am God's sacred power freeing everyone I am the violet flame in action in me now I am the violet flame to light alone I vow I am the violet flame in mighty cosmic power I am the light of God shining every hour Давая это веление, я увеличиваю трехлепестковое пламя напором, решимостью, волей, мудростью и любовью. Я визуализирую, что эта энергия заполняет весь материальный космос, и она доходит до самой границы материального космоса. Представьте, будто тонкая мембрана отделяет дух от материи. И в тот момент, когда энергия достигает этой мембраны, она образует дугу, идущую в план духа, и я смотрю прямо в лицо каждому вознесенному владыке, к которому я обращаюсь. Я совершенно уверена, что в ответ, неизрекаемое мною слово Бога, слово Бога мгновенно возвращается мне по дуге. И так как мое сознание заполнило материальный космос, то ответ на мой призыв также заполнит материальный космос. Посему каждый указ мгновенно проявляется в каждом эрге материи. Как же может быть иначе, если действует могущественное я и сам присутствие? Как может действие указа быть ограничено моей аурой, этой комнатой или этой планетой? Времени и пространства не существуют. Есть только Бог. 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 Именно в этом сознательном ведении Бога я стою. И я знаю, что согласно закону, я могу расширять это ведение и проецировать его. И это позволяет мне поддерживать осознавание Бога. И я знаю, что слово не вернется ко мне тщетным. Я прошу вас сейчас закрыть глаза и прислушаться к энергии сердца, которая с силой выходит, чтобы заполнить все время и пространство, всю материю. Субтитры подогнал «Симон» Я слышала, как люди говорят, что у них нет времени медитировать. Что же вы делаете, когда вы читаете веления каждый день? Где в это время ваше сознание? Чтение велений и есть время, когда вы должны медитировать на пламя сердца. Это точка вашего контакта с космосом. И именно тогда вы балансируете ваше трехлепестковое пламя. Слова лишь задают ритм для медитации. Слово – это просто высвобождение медитации через чакру горла. И в конце концов, вы не какой-то простофиля, который не может делать и двух вещей одновременно. Все ваше существо – это космос, в котором миллионы вещей происходят одновременно. Не знаю, как вообще можно читать веления, не идя в сердце, не медитируя на сердце. Результатом каждой сессии велений должно быть увеличение силы вашего сердца. Пламя интенсивно выталкивает и разрушает отвердевшую субстанцию, отложение вокруг сердца, страхи, субстанцию, похожую на черное пушечное ядро, которое я часто вижу в чакрах людей. И так выглядит черство сердца и ненависть в людях. А они потом удивляются, почему у них проблемы с сердцем и почему они умирают от сердечных ударов в 30 или 40 лет. Я скажу вам, что мы не медитируем, потому что откладываем это на потом. И это – следствие проекции лжеца и его лжи. Если вы не медитируете, то это ваша ошибка. Медитация – это общение с Богом. Постоянное общение с Богом 24 часа в сутки. Я постоянно медитирую на Боге. Говорю ли я или молчу, во время ли встречи с кем-то или общение с вами. Я в контакте с пламенем, и это пламя пылает через мои чакры. Все чакры сонастроены и нацелены на одну цель. И когда я даю веление, все мои энергии действуют вместе, и трехлепестковое пламя проявляется в виде семи лучей. Если бы вы могли видеть действие, то увидели бы радугу, исходящую из моего существа, ибо все мои центры выдают равную порцию энергии. Итак, это ваша проблема. Это ваше упущение, а не проблема Вознесенных Владык, Учителя или Учения. Это значит, что вам просто нужно сложить все составляющие вместе. Подобно тому, как если вы учитесь водить машину или велосипед. Существует несколько вещей, которые вы должны научиться делать, пока это не станет вашим условным рефлексом. И это нормальная вещь – выработать условный рефлекс. Когда вы садитесь читать веления, медитировать, вы устанавливаете связь еще раньше, чем думаете о том, чтобы установить эту связь. Это часть жизни, часть действия, часть взаимодействия и поддержания жизни. Итак, эмоции, находящиеся под контролем любви, уравновешенной мудростью, создают мощный напор силы, перед которым жизнь не может устоять. Помню, как однажды консультировала человека, который считал себя очень продвинутым в чтении велений и анестезе. И он сказал, «Марк Профит не читал велений, и мне не нужно это делать». Я написала ему в письме, что Марк читал веления, и когда он читал веления, сотрясались атомы и электроны материи. И я сказала ему, что когда он сможет так читать веления и реально воздействовать на мир, тогда он может подумать о том, что ему не нужно часто читать веления. Я слышала подобные споры, в основном от психистов, тех, кто стал психистами, кто ушел из «Я есмь» движения Баллардов. Эти люди говорили, что мама читала веления, потому что ей нужно было это делать, чтобы поддерживать состояние сонастроя. Якобы у нее не было естественного сонастроя, который был у Готфри. А Готфри якобы не читал велений, потому что он всегда пребывал в сонастрое с присутствием. Итак, эти психисты, которые претендуют на то, что являются представителями владык, говорят ученикам, давая книги «Я есмь» движения. Вам не обязательно читать веления. Просто сонастройтесь со своим «Я есмь» присутствием. Но как же вы сонастроитесь со своим «Я есмь» присутствием, когда вам нужно пройти через многочисленные слои астральной субстанции? Итак, утверждение, что читать веления не нужно, абсолютно неверно. Готфри читал веления. Он учил науке велений. Он давал учения о схеме «Я есмь» присутствия, о потоке энергии, и это было величайшим учением от вознесенных владык. Итак, мы видим, как коварны препятствия на пути. Вам либо говорят, что вам нет нужды читать веления, мол, просто придите в сонастрой, либо завлекают в западню с медитацией. Но по сути, все это – заговор против вашего трехлепесткового пламени, потому что суть действия, происходящего в вашем сердце для научного высвобождения слова такова. Эмоции, находящиеся под контролем любви, уравновешенной мудростью, создают мощный напор силы. Это и есть фокусировка, целеустремленность, которая позволит вам уравновесить ваше трехлепестковое пламя и ускорить это уравновешивание как никакой иной метод. Когда вы читаете веления, вы одновременно воздаете молитву, медитируете и велите. У вас есть полное действие Троицы. Веление – это просто высвобождение первого луча. Медитация – это ваше общение с разумом Бога. Молитва – это любовный обмен между отцом и сыном. Итак, у вас есть Троица, и вы не можете исключить ни один из компонентов. Если же вы исключите один из компонентов, то это приведет к дисбалансу в трехлепестковом пламени. Если вы читаете веления без единой мысли в голове и без общения с разумом Бога, то окажетесь перекошенным. Поэтому сами веления и содержат столь много инструкций. Ритм строчек уже вовлекает ум в медитацию, и строчки уже содержат молитвы. Некоторые веления даны больше в форме молитвы, чем другие, но содержание веления всегда является фокусом для медитации и молитвы. Серапис говорит, «Прогресс таким образом является результатом самостроя со всеми три едиными аспектами Бога, находящимися в совершенном равновесии». Конец цитаты. «Вы можете иметь проявление этой троицы во всех своих чакрах. Использование каждой из чакр может сводиться к силе, мудрости и любви троицы. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы при развитии каждой из чакр энергии были сбалансированы». Цитата. «Благословенные, если вы сверх всякой меры озабочены обучением и удовлетворением чувства эгоистической мудрости, добытой вами в закромах мирового знания, помните, что несмотря на все приобретения, пока вы не обладаете истинной мудростью, ваше знание не более чем медь звенящая или кимвал звучащий. А если любовь, явленная вами, ожидает как приданного возвратного дара от любимого, вы не постигли воли великого подателя, каждое желание которого отдать всего себя любимым. Если ваша сила подобна потопу и ленистовству огня, пожирающему горы и долины, если она уничтожает все, чему хотела бы принести пользу, вы должны овладеть святой мудростью и святой любовью, чтобы обуздать свою силу троицей равновесия». Классификация заблуждений не столь сложна, как это представляется людям. Мнение ментального тела о самом человеке, чрезмерно защитное проявление эмоционального тела, которое зачастую растрачивает себя, как в случае с Дон Кихотом, на борьбу с ветряными мельницами, усердное потакание плоти, когда утоление всякого человеческого желания и жажды ставится выше духа, самобичевание при помощи тела памяти, когда осуждение нарастает по пустякам. «Все это забирает человеческое счастье и разрушает божественный замысел». Конец цитаты. Я читала не одно, а множество свидетельств о жизни святых, которые служили и днем, и ночью. Некоторые из них 20 лет, некоторые 50, 60, 70, 80 лет жизни. Они возрождались благодаря пламени воскресения их собственной преданности. У них не было времени на проявления, описанные Сераписом. Их сила и энергии возрождались и уравновешивались благодаря преданной молитве, благодаря потоку энергии, текущему из трехлепесткового пламени в сердце к трехлепестковому пламени «Я Христа» и «Я Есмь присутствия». И этот поток энергии сохранял их вечно молодыми. Их кожа сияла, у них было отменное здоровье из года в год. Мы подчеркиваем важность равновесия во всем, и поэтому мне не нужно снова говорить об этом аспекте. «Святые, о которых я упоминала, чьи силы были восстановлены, и кто воспарил на орлиных крыльях, эти святые жили среди нас». Итак, есть неиспользованные энергии, которые нам надлежит использовать. «Люди должны призывать энергии и сердца Бога, и благодаря общению и дружбе с Божественным учиться тому, как управлять троичным и четверичным аспектами существа, так что семь тел человека проявят семеричный план совершенства в соответствии с законом квадрата и треугольника». Конец цитаты. «Квадрат — это эфирное, ментальное, эмоциональное и физическое тела, а треугольник — это я Христа, я есмь присутствие и каузальное тело». Сиропис продолжает. «Тогда космический круг жизни пребудет нерушимым, и треугольник в круге становится символом личной победы. Круг может быть вписан в квадрат, и тогда форма становится подходящей для лаборатории духа и места посвящения, где всемогущество, всеведение и вездесущность Бога будут надежной опорой для возносящейся души. Ваше сознание — бесценный ковер. Каждый день вы ткете на нем или мотив духа, который останется навечно, или неряшливый узор, который необходимо будет аккуратно распустить и соткать снова по замыслу небес. «Мы стойки и останемся друзьями каждому, кто искренне, честно стремится служить нашему делу и обрести свободу, подчиняясь вселенскому закону, который есть вселенская любовь. В сознании божественной соразмерности остаюсь Сирапис». «Когда Вознесенный Владыка предлагает свою дружбу, цените это. Один Вознесенный Владыка в качестве друга более ценен, чем все друзья этого мира. Этот Вознесенный Владыка становится вашим заступником в суде Священного Огня. Человек в миру хочет иметь высокого покровителя. Имея такого влиятельного друга, мы получаем благосклонность правителей. То же самое и с владыками. Один друг среди Вознесенных Владык, друг, потому что вы сами были Ему другом, никогда не бросит вас. Когда вы оказываете Владыке незаменимую услугу, когда даете Ему возможность иметь место, физическое место для пребывания, подобное тому, которое есть у вас здесь, когда вы проявляете себя другом Бога, тогда и Бог будет другом вам. Это обязательно так и будет. Однажды наступает время, когда всем нам нужны друзья, особенно когда мы сползаем вниз, и нам нужен моментум и поддержка друга. Итак, у вас есть обоснованный личный интерес, о котором говорят владыки. Хорошо быть другом только ради того, чтобы давать и получать любовь. Но вы не можете не осознавать, что мудрое служение, которое вы оказываете, вернет вам такое же служение. Это и есть обоснованный личный интерес. И иногда, когда трудно любить из-за различных условий и соображений, мы являемся друзьями по жизни, опираясь на мудрость и понимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...